Всем привет! Меня зовут Павел, и сегодня мы поговорим о родах существительных в испанском языке, о том, как их отличить и какими признаками они обладают. В испанском языке существует лишь два рода. Это мужской маскулино и женский феминино. Еще сюда пытаются приписать общий род, но общий род объединяет в себе и мужской, и женский. Таким образом, общий род не является отдельным. Так вот, род существительного определяется по букве, на которую то слово оканчивается. Это не работает стопроцентно, но есть набор правил и закономерностей, о которых мы сегодня обязательно поговорим. К мужскому роду относятся почти все слова с окончанием на О. Как, например, el libro, el año, el tiempo и так далее. Но есть четкие исключения. La mano, la moto, la radio, la foto. Также к мужскому роду относятся слова с окончанием на О. Обязательно не путать со Сьон, Сьон или Ион. El patron, el salon, исключение Rason. Дальше. Окончание Ор, el calor, el pastor, el dolor, при этом исключение La flor и la labor. Окончание на Ахе, Эль Пайсахе, Эль Масахе. Слова с окончанием на Ан, Эль Десван, Эль Адыман. Окончание Амбре, Эль Адамбре, Эль Фиамбре. Слова с окончанием на Ма и Та греческого происхождения. Нативно узнать это невозможно. Единственное, где это словари и справочники. Например, el problema, el poeta. Либо, если слово не греческого происхождения, но имеет окончание Ма и Та, то эти слова женского рода, как, например, la rama, la jama, la goma. В том числе, название деревьев предполагается el árbol, как, например, el avedul, el roble. Название рек, морей, океанов и гор предполагается el río, el mar, el océano, el monte, как, например, el leno, el baltico, el pacifico, los alpes. И части света el sur, el norte, el este, el oeste. Название дней недели и месяцев, потому как подразумевается el mes, el dia, как, например, el martes, el junio. Также название цветов, подразумевается el color, el rojo, el negro. Название автомобилей, подразумевается el coche, el lada, el niva. Также название нот, el do, el re. Название чисел, el mil, el treinta. Сложные слова, состоящие из двух корней, один из которых глагольный, как, например, el paraguas, parar плюс agua, зонтик, или el rascasielos, rascar плюс siello, небоскреб. К словам женского рода относятся слова, оканчивающиеся на а, la casa, la planta, la muñeca и так далее, но есть и исключения, el dia, el mapa, el sofá, el clima, el tranvía. Дальше, окончание ión, sion, sion, la unión, la canción, la televisión, исключение el avión, el camión, el gareón. Дальше, окончание d. La ciudad, la bondad, исключение el avat, el ataúd, el césped. Окончание umbre, la muchedumbre, la legumbre. Слова с окончанием s, la madures, la vehes, слова с окончанием is, la crisis, la rinitis, la otisis, исключение el analisis, но есть и в женском роде, то есть la analisis. Если слово женского рода начинается на ударную а, либо а, ч, а, то перед таким словом мы ставим артикль мужского рода el un, как, например, el agua или el ada. Это делается для того, чтобы артикль не сливался с словом, то есть получилось бы la agua или la ada, но это работает только в единственном числе, то есть el agua или el ada. Но, если мы говорим о множественном числе, то слово возвращает себе нормальные артикли женского рода, поэтому el agua, но las aguas или el ada, las adas. Название островов, так как мы подразумеваем la isla, как, например, las canarias. Название стран, что оканчиваются на а, как, например, la grlesia antigua. Также все буквы-алфавиты, la a, la ve, la se и так далее. Также слова, оканчивающиеся на э, могут быть как женского, так и мужского рода, поэтому тут только запоминать. Например, la gente, el coche, la noche, el puente. И слова, полностью меняющие свое значение в разных родах, как, например, el cura, священник, la cura, лечение, el capital, capital, la capital, столица, el frente, front, la frente, лоб. Если к одушевленному существительному мужского рода с согласной на конце прибавить окончание а, то это существительное станет женского рода. И вот вам несколько примеров. El bailarín, la bailarina, el profesor, la profesora, el señor, la señora. Некоторые одушевленные существительные остаются в одной и той же форме вне зависимости от рода. Тогда род определяется артиклем el или la. Как, например, el estudiante, la estudiante, el florista, la florista, el bautista, la bautista. В случае с людьми и животными род совпадает с биологическим. El gato, la gato. El abuelo, la abuela. Если название животного имеет только одну форму для обоих полов, то для уточнения мы добавляем мачо-самец или эмбро-самка. Например, un delfín macho, un delfín embre, una hírafa macho, una hírafa embre. Как я и говорил в самом начале, в испанском языке есть только два рода – мужской и женский. И существительные общего рода эти правила не нарушают. Если существительные имеют одинаковую форму для женского и мужского родов, определение происходит по артиклю или прилагательному, которые с существительным согласуются. Существительные общего рода применяются в профессиях, национальностях, статусах и других категориях, где пол может меняться. Как, например, el artista, la artista, el soldado, la soldado, el peloto, la peloto. На этом всё. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, там же оставляйте свои комментарии. Если хотите изучать испанские, ссылки у вас на экране, либо в описании к данному ролику. Если ролик был полезен, поделитесь им со своими друзьями и близкими. Успехов в языке и пока-пока!